На Бобруйской арене команда президента Беларуси по хоккею. Как известно, спорткомплекс начинается с раздевалки. Здесь и знакомятся титулованные игроки и воспитанники детского дома. Спортсмены не с пустыми руками. Детям коньки, от ребят улыбки. Нормально, не жмёт? А потом крест-накрест уберёшь и просто вставлять не надо, а просто за эти цепляешь. Убувь подошла, теперь налёт. Рядом с новичками мастера. К слову, в составе команды президента сплошь одни звёзды. Чемпионы Беларуси некоторые играли в Европе и НХЛ. Многие ребята тоже не только умеют стоять на коньках, но и уверенно держат клюшки в руках. Что и демонстрируют во время эстафеты. Хорошо бросают по воротам и быстро объезжают фишки. Каждого юного снайпера, который сумел поразить ворота, награждают памятным подарком. Тренировка, сюрпризы, поздравления – всё в рамках акции «Рождественская традиция». Самый душевный проект президентского спортивного клуба ведёт свой отчёт с 2013-го. Всё было круто, нам всё понравилось. А вы, как считаете, как ваша напарница, справилась? Очень справилась. Я удивлён, очень хорошо катается. Внимательно слушала мои подсказки. Я очень доволен, что получился такой замечательный праздник. После тренировки – переезд в детский дом. Здесь продолжаются сюрпризы. Воспитанников встречает символ 2023-го – кролик. И не один, а целых шесть. На этом подарки не заканчиваются. Хоккеисты передают велосипеды, самокаты и батуты. Не стоит забывать и спонсорскую помощь. Каждый год в хоккейной команде президента в канун Рождества меняют хоккейную экипировку, становятся волшебниками с подарками, спешат к тем детям, которые особенно нуждаются во внимании, теплее, любви и заботе. Чем больше любви, счастья мы отдаём, тем больше мы получаем. Завершается праздник сказочной постановкой «Алиса в стране чудес» – театра Трубадур. Постановка рассказывает о девочке, которая попадает сквозь кроличью нору в воображаемый мир. Населённый странными, антропоморфными существами. За музыкальную составляющую отвечает заслуженная артистка Беларуси Жанет после обмен подарками. Очень важно, что сегодняшнее мероприятие несло воспитательный характер. Дети посмотрели на этих волевых, мужественных людей. Ведь трус не играет в хоккей, это спорт для сильных мужчин. Я уверена, что у них появится цель в жизни. И они сегодня поняли, каким образом достигать этой цели. Что это труд в первую очередь, это дисциплинированность, как у спортсменов. В детском доме воспитываются 40 мальчиков и девочек от 4 до 13. Их главное желание – поскорее обрести любящую семью. А пока внимание и заботу им дарят неравнодушные белорусы, в их числе и звезды хоккея. Ребята признаются, теперь они тоже хотят связать свою жизнь со спортом. Не это ли самое главное?